Подъем уровня воды прогнозируют метеорологи в Казачинско-Ленском и Мамско-Чуйском районах. Так, на реке Киринга возле поселка Улькан вода поднимается до отметок 415-445 см, при критическом показателе в 430 см. У села Казачинское до отметок 210-250 см. Показатель 250 см здесь является критическим. Возможно, подтопление пониженных участков местности. Также из-за интенсивного снеготаяния и сильных дождей продолжится повышение уровня воды на реках Мама, Большая Чуя, Витим и Малых реках Мамско-Чуйского района. К тушению лесных пожаров в Иркутском районе привлечен вертолет. Об этом сегодня сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Валентин Нелюбов. Напомним, в Иркутском районе из-за большого количества возгораний введен режим чрезвычайной ситуации. Только сегодня там зафиксировано два очага огня. Сейчас 150 человек личного состава Федеральной противопожарной службы вместе с работниками лесоохраны пытаются локализовать лесной пожар на 15-м километре дороги на Мельничную Падь. В настоящее время его площадь составляет около 900 гектаров. Специалисты просят население не разводить костры и не сжигать траву. В Приангаре на ближайшие дни метеорологи прогнозируют усиление ветра. До 21 местами до 23 метров в секунду. В Иркутске найдены публикации нот Петра Чайковского, изданные еще при жизни великого композитора. Находка была сделана в библиотеке Педагогического института ИГУ в ходе историко-книговеческих исследований. Сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту Александру Матрёнину. Александр, расскажи подробнее о находке. Яна, мы сейчас находимся в Педагогическом институте Иркутского госуниверситета. В частности, в секторе редких книг и рукописей. За моей спиной редкому человеку доводилось видеть фонды Иркутского государственного университета. Здесь находятся редкие книги и рукописи. И вот несколько месяцев назад в этих фондах специалисты сектора редких книг обнаружили прижизненное издание первого в России музыкального журнала с нотами Петра Ильича Чайковского. И в чем же уникальность этой книги и как она сама выглядит по себе, я хочу спросить у Ирины Бедулиной, заведующей сектором редких книг и рукописей. Ирина Павловна, что это за книга? Это книга, подшивка журнала «Новелист». Это издание Петра Ильича Чайковского, прижизненное издание. И сделал эту книгу, изготовил белоголовый Иван Аполлонович. Это представитель пятого поколения семьи белоголовых, известной в Иркутске семьи. Он был пианистом, музыкантом и в том числе он еще и владел типографией. Сделал вот такой вот он переплет великолепный из зеленого цвета. Раскройте, пожалуйста. Кожаный корешок. Здесь вот его расставлены инициалы. Иван Аполлонович Белоголовый. И вот сами ноты. Ноты великого мастера, музыканта Петра Ильича Чайковского, которые были изданы при его жизни. Это издание уникально. Такого издания больше нигде не существует. Оно единственное. Ирина Павловна, я хочу еще спросить. Кроме вот этой уникальной находки, есть еще какие-то уникальные находки у вас? Да, у нас очень много уникальных находок. Но об этом вы увидите в следующих прямых включениях. Яна. Александр, спасибо за информацию. Напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Александр Матрёнин. И о спорте. Иркутянка Алена Лутковская победила мировой рекорд по прыжкам с шестом среди юниоров. Это произошло на чемпионате Иркутской области по легкой атлетике. Спортсменка преодолела планку, установленную на отметке 4 метра 61 сотая сантиметра. Прежний мировой рекорд среди юниоров был ниже на 0,02 сантиметра. Однако зафиксировать новый результат официально не получилось. Для этого нужно было пройти допинг-контроль, но данными соревнованиями он был не предусмотрен. Установить рекорд вновь и уже официально Алена Лутковская планирует на международном турнире. Состязания пройдут 30 мая в Австрии.